Друзья, я вас приветствую! Мы с вами сегодня продолжим наше путешествие по миру редких книг, и нас ждет увлекательнейшая тема, как выглядела русская детская книга 200 лет назад. Ну, то есть мы понимаем, да, это время Александра Первого правления, что собой подразумевала тогда книга для детей. Но прежде чем ответить на этот непростой вопрос, я должна немножко рассказать, а что же было в веке минувших, то бишь в 18 веке. И здесь надо сказать всего несколько фактов, несколько цифр, и все будет понятно. Представьте себе, за весь 18 век всего было издано 310 детских книг русских, да, на русском языке. Из них, смотрите, запоминайте, 41 была издана в течение 70 лет. Вы понимаете, да, что весь расцвет пришелся направление Екатерины Второй. И, конечно, что здесь еще важно отметить, что практически все книги, то есть там порядка 310, я вам назвала, да, где-то 250 из них примерно были переводными. Причем переводными с каких языков, я думаю, вы прекрасно догадаетесь. С французского прежде всего и с немецкого. И даже те оригинальные, немногочисленные сочинения, которые были, они все равно были, так скажем, адаптация, переложение, ну, что-то очень похожее. Ну, с авторским правом тогда был тоже проблем, как вы понимаете. Так вот, и эти первые книги были, нельзя сказать, чтобы очень привычны для нашего сегодняшнего с вами глаза. Это были достаточно суровые детские книги, я бы сказала так, потому что, представьте себе, первая энциклопедия наша вышедшая, уже во времена Екатерины Второй, она вышла без картинок. Представьте себе энциклопедию без картинок, причем это был перевод знаменитой энциклопедии Яна Амоса Каменского, которая была с картинками, а у нас без картинок, в общем, незадача. Что же было дальше? Начинается развитие книгоиздательского процесса, все равно превалируют книги переводные европейских языков, Франция, Германия опять, но книга прочно входит именно в детскую жизнь. Дело в том, что в 18 веке практически не было книг специально сочиненных, написанных для детей. Понятия детства не было. Только в конце 18 века появляется, например, женская библиотека, а женская библиотека это как раз-таки матери, которые воспитывали своих детей, и они покупают как раз уже специальные сочинения для своих детей. Появляется детское такое понятие, детская одежда, ну и так далее. Представьте себе, только тогда. И вот уже мы с вами в 19 век перешагиваем, и книга Александровского времени это уже книга с картинкой, где большая часть полосы занята картинками, иллюстрациями, текст в виде подписи. Она такая игрушечка. Поэтому, к слову к игрушечкам, смотрите, я показываю вам первую мою книгу, которую я хотела рассказать. Это азбуки. Как вы понимаете, азбуки были давно, но если мы говорим об Александровской эпохе, то я вам показываю увеселительную азбуку капитона Зеленцова, ученика Венецианова. Это 1935 год. На минуточку, издатель все тот же знаменитый Смердин, издатель Пушкина. Смотрите, что он придумывает. Правда, да, маленькое уточнение, все-таки уже эпоха Александра закончилась. Но только в этом случае. Итак, смотрите. Что здесь интересного? Раньше в азбуках, как правило, и в букварях делали картинки каждой букве, не имея какого-то общего смысла. Здесь же все иначе. Здесь Зеленцов придумал под одним сюжетом из народной жизни и написал такие небольшие сюжеты, картины. Он вообще был специалистом в этом жанровом таком жанре, простите. Так вот, и это стало таким открытием, и потом впоследствии послужило так называемой моде на азбуке разносчиков. Потому что, посмотрите, кто его главный герой? Именно такие люди, которые мелкие торговцы, которые заполняли улицы Москвы и Петербурга. И смотрите, как замечательно у меня, по-моему, да, всего на этом листе. Вы видите всевозможные предметы, профессии людей. Все объединено какой-то одной буковкой Н. Идем дальше. По нашему путешествию науки точной представлены у меня этими замечательными геометрическими карточками. 1815 года Москва в типографии Всеволжского. Что здесь интересно? Во-первых, обратите внимание, это гравированные карточки, рисовая гравюра с ручной раскраской. Все эти книги чрезвычайно редкие. Мы должны с вами понимать, практически они не сохранились в частных коллекциях, исключительно только в государственных собраниях. Тогда уже в XIX веке, в начале, начинает преобладать вот этот принцип обучать с помощью игры. Он уже появляется у нас в стране где-то с конца XVII века до XVII века, когда еще был маленький Петр I. И вот тогда для него создали Крион и Стомин буквар свой знаменитый. И вот этот принцип уже наглядного обучения уже применялся тогда там. Но это, извините, были для детей царя, а здесь уже для детей дворян. Мы помните, с вами говорили, что такая книга – это исключительно книга для богатых людей все-таки. Потому что где-то в среднем детские книги оценивались 4 рубля, например. То есть умножим на 736 и получим сумму, которую бы мы сегодня заплатили за них. Вот эти замечательные карточки с небольшой брошюркой с теорией геометрической науки на карточках задачи. Очень сложные, я не отгадала ни одной. И, конечно, вы должны понимать, что эти карточки в комплекте практически невозможно найти. Другие карточки, которые мне чрезвычайно нравятся, это географические карты России Грибанова Константина Матвеевича, если я не ошибаюсь, имя этого художника. Ну, что здесь очень интересно? Во-первых, здесь собраны все губернские города, штатные, уездные России, Российской империи. Обязательно указаны расстояния от этого города до Москвы и Петербурга. Причем на оборотной, на тыльной стороне карточки тоже есть карты. И обязательно мы видим здесь костюмы, гербы вот этих населенных пунктов. Ну, по-моему, чрезвычайно интересно. И опять же, подчеркиваю, ручная раскраска. Это всегда очень ценится, запомните на всякий случай. Друг кто-то из вас станет коллекционером. Далее, вот это моя мечта, это моя большая любовь, когда-то я его нашла на наших полках. Это новый складной глобус для детей. Москва, 1823 год. Это папочка в папочке, замечательная брошюрка с описанием всех географических знаний, которые были доступны на русском языке тогда, на тот момент. Дальше смотрите, что там внутри. Вы видите два полушария и вот эти дольки. То есть мы представляем себе, что был некий, ну, наверное, вот такой шарик, который нужно было обклеить. То есть представляете себе, это экземпляр, который не попал в руки ребенка. И этот маленький шалопай не смог использовать его по назначению. И вот мы сейчас с вами увидим уникальную возможность у нас, понимаете, увидеть, как этот глобус должен был выйти из типографии. В общем, эти две части полушария, они должны были обклеиваться. Затем, видите, там на веревочках вот эти части земного шара, и они как раз как бы вот сверху таким образом нанизывались, и можно было переворачивать, смотреть. В общем, играть. Это удивительная вещь. У нас, по-моему, только в нашей библиотеке этот экземпляр в издательской обложке сохранился. В общем, супер замечательная вещь. Дальше идем про энциклопедии. Помните, я вам говорила, жаловалась на «До», что вот что это такое, у нас в России первая энциклопедия вышла без картинок. Да, это, к сожалению, было так. Причем только третье, если я не ошибаюсь, издание вышло иллюстрированным. Представьте себе, как раз Каменского. Но здесь немножко уже другая история. История – это галерея света, 1816 год. Это издательские переплеты, обратите внимание, всего четыре части. Что интересно здесь отметить, что в период правления Александра Первого, можно сказать, вторым по наполнению, качеству, изданию, именно энциклопедии представлены очень широко. Они продолжают пользоваться популярностью, но они продолжают оставаться переводными. Опять же, французский, немецкий язык. И иногда в повествование вплетаются интересные вещи, посвященные России, как здесь. Причем это от переводчиков, такое лирическое отступление. Здесь я точно знаю, я нашла рекламу этого издания, где рассказывается, что был оригинал, который вышел в Лейпциге примерно в это время на немецком и французском языках. И издатель наш, значит, в Санкт-Петербурге, который издавал эту галерею света, он взял картинки немецкие, здесь раскрасил, сам их создал, то есть не закупал оттуда. То есть, ну, сэкономил, молодец мужчина. Что же здесь про русских было написано? Замечательная история, что мы, народ доброжелательный, открытый, любим поговорить и очень много любим развлекаться. А, и еще у нас отменного качества зубы. Запомните, друзья, мы не должны упасть в грязь с лицом и даже спустя 200 лет. И последняя книга, о которой я хотела рассказать, это «Учтивость», представленная в Эстампах, Санкт-Петербург, 27-й год, о том, как девочкам и мальчикам учиться манерам. Причем это издание, которое параллельно на французском языке, но вот с такими замечательными гравюрками, также раскрашенные вручную. И что, и какой вопрос я должна вам задать в конце. Помните, я сказала в самом начале, что все переводные книги в основном были с французского и с немецкого языков. Но где-то начиная с 10-х, 20-х годов появляется у нас, так сказать, на исторической арене третий язык, с которого, значит, переводят детские книги. Какой это язык? Давайте подгадываем вместе. Продолжение следует...